Вести Карачаева Черкесия Вести Карачаева Черкесия Вести Карачаева Черкесия Продержание дорог и тротуаров Республиканского центра готовы к предстоящему зимнему сезону, рассказал мэр Черкеска Алексей Баскаев. Организации ДЭП и дороги, обслуживающие городские автомобильные дороги, располагают 41 единицей снегоочистительной, пескоразбрасывающей и другой техникой. В основном к очистке и обработке трасс зимой привлекается 14 спецмашин. Все они прошли ремонт и техническое обслуживание. Кроме того, автопарк предприятия дороги пополнился двумя новыми комбинированными дорожными машинами для уборки и подсыпки автодорог. Заготовлен необходим объем противогололедных реагентов. К уборке городских тротуаров в зимний период готовы также пять единиц спецтехники САХ. Очисткой дворов и прилегающих к ним территорий занимаются управляющие компании. Из Карачаевой Черкесии на Донбасс отправили очередную партию теплого омундирования, экипировки и медикаментов для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. Несколько грузовиков буквально доверху загружены всем, что необходимо сейчас нашим землякам, чтобы выполнять боевые задачи, не отвлекаясь на бытовые нужды. Информацию комментирует исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики, транспорта и торговли Рустам Иркенов. По поручению главы Карачаевской республики Тимрезова Ильшида Бориспича работа по дополнительному оснащению мобилизованных у нас дается уже не первый месяц. Мы изначально построили свою работу на обратной связи от тех, кто участвует в специальной военной операции. То есть какие дополнительные потребности возникают у наших ребят, помимо того, что безусловно будет Министерство обороны. Обратную связь мы получаем, очередной груз мы направляем. Здесь в первую очередь наши теплые вещи. Вещи первой необходимости – это газовые баллончики. Здесь у нас большое количество спальных мешков, более 400. Теплая обувь, тактическая, зимняя, мы ее закупили, тоже больше 400 единиц. Вместе с тем у нас еще сформированы дополнительные индивидуальные наборы. То есть это рюкзаки, внутри термобелье, балаклавы, шапки. То есть вообще в принципе все, что необходимо на сегодняшний день, если вдруг там бывает что-то утеряно, всякие случаи бывают. В республике находится межведомственная рабочая группа Министерства просвещения России, которая мониторит реализацию национального проекта образования. Гости уже посетили детские технопарки «Кванториум» на базе 18-й и 19-й гимназий Черкеска. Центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи республики, а также центры «Точка роста». В ходе мониторинга комиссия проведет анализ реализации государственной политики в сфере образования, в части достижения показателей и результатов федеральных проектов нацпроекта образования. Итоги проведенного мониторинга в летние осенние периоды 2022 года, а также актуальные вопросы и предложения по ужесточению контроля по предоставлению туристических услуг обсудили представители профильных ведомств и заинтересованных структур. Участники обозначили результаты оценки качества оказания услуг на территориях Зеленчукского района и Карачаевского городского округа по прокату и эксплуатации квадроциклов и аттракционов, расположенных на туристических территориях, экскурсионных услуг на автомобилях, то есть джиппинг и туристических сплавов рафтинг. Особое внимание уделено необходимости предоставления отдельного специализированного земельного участка для обустройства стоянки для авто- и мототранспортных средств вблизи Архиза, а также обязательность размещения торговых площадей и павильонов исключительно на специализированной соответствующей территории курортного поселка. Карачаево-Черкесия эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства. И надо отметить, что показатели ежегодно растут на 15%. О готовности горнолыжных курортов в Карачаево-Черкесии и спектре предоставляемых услуг рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Я бы хотел коротко рассказать о туристическом потоке в регион. Так, за 2021 год у нас туристический поток 1,749,000 туристических прибытий, а в 9 месяцев уже 1,612,000. Донбай представляет современную инфраструктуру, которая на сегодняшний день есть. На территории размещено более 100 отелей. Это порядка 7,5 тысяч мест размещения единовременного. 25 километров современных горнолыжных трасс разного уровня сложностей. В ТРК Архес молодой курорт, который вот уже за 8 лет увеличил турпоток в 7 раз. И сегодня турпоток в Архес по итогам 2021 года – это почти 800 тысяч туристических прибытий. Также доступны 27 километров современных горнолыжных трасс различного уровня сложностей. Это порядка на самом ТРК Архес 2 тысяч мест размещения. И в одноименном поселке Архес это более 4 тысяч мест размещения. В Центре поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесия прошел круглый стол профилактикой противодействия терроризму и экстремистской деятельности. Особенности профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде. Ключевой темой обсуждения стали правовые основы профилактики терроризма и экстремизма, методы профилактики и противодействия экстремистской и террористической деятельности, профилактика этих явлений в молодежной среде, а также шутинг как форма террористической и экстремистской деятельности. В современной лаборатории цифровые микроскопы, интерактивные комплексы и инновационные приборы для исследований появились в Педагогическом колледже имени Умара Хабекова. Благодаря нацпроекту образования здесь появились сразу три учебные мастерские, в которых будущие преподаватели начальных классов и педагоги дошкольного образования получают знания в самых разных сферах. Учащиеся и их преподаватели уверены, что современные технологии делают привычные уроки увлекательнее. В Черкесской при содействии Центра управления регионом прошел прямой эфир с первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Карачаевой Черкесии Валентиной Лешовой. На повестке дня десяток вопросов, направленных на укрепление экологии в нашем регионе. Это и ремонт сооружений, экологические конкурсы среди муниципалитетов и посадка деревьев. Это очень два больших объекта, 56 гектар в Рупе восстановили земель и 6 гектар в Русское хвостохранилище. Кроме этого, мы рекультивировали три свалки в рамках этого проекта. Я должна сказать, что это, в общем-то, очень хорошо сказалось на качество жизни людей. Муниципальные поселения подавали заявки, те, которые чувствовали, что у них все хорошо. То есть это не только уборка и очистка санитарной территории, это еще инфраструктура, это и тротуары, и дороги. Как бы все вкупе смотрели, наши инспектора в составе комиссии привлекали и Министерство строительства, и ЖКХ. Мы проезжали, смотрели, и вот по тем заявкам, которые подали в наш адрес сельские поселения, победило поселок Медногорский, очень чистый. Делали подсадку уже саженцев, уход за саженцами. Мы очень надеялись, что будет прохладная погода, но вот в период посадки было жарко, пришлось подсадку делать. Но в принципе саженцы в основном прижились. Я думаю, на следующий год уже будет 100 лет КЧР, надпись очень четко видно. Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск. Сейчас в нормативное состояние приводит участок продолжительностью 5 километров 800 метров, проходящий через преградную. Полностью завершить работы по капитальному ремонту участка планируется до конца текущего года. В общей сложности с 2016 года была отремонтирована около 39 километров этой дороги, а все оставшиеся участки от Зеленчукской до границы с Краснодарским краем будут отремонтированы до конца 2024 года. С 1 января следующего года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны платить налоги и взносы в Федеральную налоговую службу по новым правилам. Для каждого из них в ведомстве откроют единый налоговый счет. Как будет работать эта система в Карачаево-Черкесии, представители всех профильных ведомств обсудили на заседании в правительстве республики. В Карачаево-Черкесии и ее столице с каждым годом увеличивается число социально значимых объектов, доступных для посещения маломобильными гражданами. Впрочем, куда больше организаций мест массового пребывания, которые пока никак не приспособлены для слабовидящих и тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Комментирует информацию председатель Карачаево-Черкесской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Дубоносова. Многие объекты, можно сказать, нулевая доступность. Если есть пандусы, то они не соответствуют. Сделаны чисто, потому что они должны быть. Если поликлиники, люди могут вовнутрь зайти, обратно тоже проблема. Где-то отсутствуют кнопки вызова. Вроде как есть все, но оно даже не работает. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов Росмолодежи – дать возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом рассказал советник министра по делам молодежи Расим Попшулов. В данный момент идут территориальные рассмотрения. А так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных детях. Ну, много у нас получается людей выпадает из этого процесса. В основном, как это происходит, написание проектов, как мы знаем. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Там приехал в офис, посидел, поработал. Как бы никто не мешает и там добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Псемен в октябре этого года было начато строительство центрального водопровода. Протяженность его составляет 12 километров. После окончания работ качественной питьевой водой будет обеспечено все население села и социально значимые объекты. Об этом рассказал глава администрации Курджиновского сельского поселения Григорий Приходько. В настоящее время в селе Псемен полностью отсутствует водоснабжение, что негативно сказывается на развитии данного населенного пункта. Я считаю, что наличие качественной питьевой воды благоприятно скажется на развитии данного населенного пункта. У людей появится больше возможностей заниматься сельским и личным подсобным хозяйством. Начиная с 2019 года в России запущена программа по обновлению, а точнее переформатированию библиотек. К 2025 году в стране будет переоборудовано 600 модульных библиотек. Модульная библиотека появится и в Усть-Джигутинском районе. Об этом рассказала директор Центральной районной библиотеки Елена Кузьмина. Надо поломать все стереотипы и сделать из нее современный центр, где молодежь смогла бы провести свое время, собраться по интересам. Компьютерный класс планируем открыть, чтобы дети смогли прийти, найти ту или иную книгу, которая будет находиться не только в фонде нашей библиотеки, но и в библиотеках России, к которым мы планируем подключиться электронно. Также хотелось бы, конечно, чтобы это были и просмотры фильмов. То есть мы запланировали сделать как небольшой салон, чтобы школьники и взрослый контингент тоже смогли прийти и посмотреть фильм по интересам. Если это школьная программа, то обсудить сюжет, книги. Черкесский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении трех иностранцев, обвиняемых в покушении на нелегальный сбыт героина в крупном размере. По данным прокуратуры республики, участники организованной группы пытались разместить на территории Черкесска тайники закладки с наркотиком, чтобы потом продать его через интернет. Суд согласился с позицией гособвинения и приговорил фигурантов дела к 11, 8 и 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На территории Карачаева-Черкесии до 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. О том, какие мероприятия проводятся в республике в этот период, сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Карачаевой-Черкесии Лилия Гогушева. Мероприятия проводятся в целях снижения уровня аварийности, основными причинами которого являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также нарушение правил перевозки детей. Помните, уважаемые участники Дорожного движения, что соблюдение правил Дорожного движения начинается с нас самих. Берегите себя! Пять аэростатов в декабре пролетят над Эльбрусом. Акция запланирована в честь 220-летия Кавказских минеральных вод и 80-летия освобождения Кавказа из Ставрополя от немецкого фашизма. Полет запланирован в период с 14 по 23 декабря. Точная дата зависит от погодно-климатических условий. Аэростаты запустят на поляне Азау в Прейльбрусе, а приземлятся гигантские воздушные шары в Кисловодске. Жакеи Карачаево-Черкесии приняли участие в скачках, посвященных военнослужащим республики, которые принимают участие в специальной военной операции. Мероприятие под названием «Своих не бросаем» прошло в поселке Даусус, где собрались 22 всадника из разных районов республики и порадовали местных жителей яркими скачками. Здесь же был организован благотворительный сбор, средства от которого используют для закупки необходимой одежды, амуниции и обмундирования. В Владикавказе прошел первый турнир отборочного этапа Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Более 100 спортсменов из 10 вузов Северокавказского федерального округа боролись за медали соревнований по вольной греко-римской борьбе. По итогам соревнований наши вольники пополнили копилку Карачаево-Черкесии медалями различного достоинства. Призерами стали Ануар Чагаров, Али Межаев, Рустам Кубанов, Руслан Кубанов, Эмир Токов и Эмир Узденов. 2 декабря во Дворце спорта «Юбилейный Черкеска» состоится спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья, привороченная ко Дню инвалидов. Программа спортивного мероприятия будет состоять из выполнения нормативов испытаний ГТО, а также таких видов спорта, как настольный теннис, настольный футбол, шашки и дартс. В состязаниях могут принять участие все желающие в возрасте от 8 до 70 лет. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8. В горах местами до плюс 13. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 6 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.